Поставь лайк под этим видео и подпишись, иначе этот паук заползет к тебе в ухо, пока ты будешь спать. Как вам такое начало видео? Согласитесь, немного не по себе. Но автор с канала It's Owen, о котором сегодня мы поговорим, так не считает. Сегодня я вам расскажу о шести блогерах, которые из-за неосторожных высказываний Блядь, он похож на топио-шоу внешне, а подачей на этого, как его зовут-то, который про комиксы снимает Грег, по-моему, или неудачного контента, потеряли всю свою репутацию. А в каких-то случаях и вовсе навсегда были забанены на ютубе. It's Owen. Канал был знаменит своими ужасными и очень... Ну да, но типа это что-то из разряда, если бы утопия, ну, было бы... Ну ладно, не важно. Байтовыми вступлениями по типу того, что вы видели секундами ранее. Или такими заголовками видео, как это. Чарли Дамелио сегодня умрет. Но это всего лишь цветочки по сравнению с тем, что Оуэн сделал в начале своего конца. Оуэн постоянно использовал мистера Биста в названии роликов для привлечения внимания со стороны аудитории. Но... Кликбейтер, блядь. Вообще не уважаю кликбейтера. После смерти одного из самых популярных Майнкрафтеров... Кстати, да, на старого бога похож. Точняк, Алин, 100%. Техноблейда. Оуэн переш... Да, да, это реально старый бог. ...шел грань, за счет чего и был навсегда забанен на ютубе. В день смерти... Только если бы старый бог не весил бы 50 килограмм, вот-вот, был бы такой, кстати. Техноблейда. Он загрузил ролик с названием «Последнее прощай от мистера Биста Техноблейду». В начале которого он сообщил о том, что это якобы последнее совместное видео и последнее прощай мистера Биста Техноблейду. И это был их последний раз, когда они вместе играли в Майнкрафт. Хотя в видео не было ничего, кроме обычной игры Техноблейда в Майнкрафт. И поддельного твита от мистера Биста, который тот явно не писал. Видео собрало 800 тысяч просмотров меньше, чем за сутки. И в самом популярном комментарии под этим роликом говорилось. Такого неуважения я еще никогда не видел. Полный и абсолютный позор. На эту тему начали высказываться и сами блогеры. Он просто мусор. У меня больше уважения к грязным писсуарам на заправке, чем ковану. А зачем он вообще продолжал это делать? Ну, как бы, окей. Тебя от этого плюс просмотры. Ну, очевидно, что, во-первых, рано или поздно это закончится. Во-вторых, когда это закончится, ты уже вряд ли камбэкнешь, потому что ты станешь просто, ну, мразью. Ну, именно в интернете. Ну, и в жизни, как бы, нет ни дела. Но, как бы, у тебя все будут воспринимать, как какой-то мусор ебаный. Поэтому согласен полностью. Ну, типа, нахуй он это делал? Ютуберы, которые наживаются на смерти Техноблейд ради просмотров, заставили меня потерять веру в человечество. Это настолько неправильно. После чего проходит какое-то время, и Оуэн пишет в своем твиттере, отмечая официальный аккаунт Ютуба. После того, как Ютуб ответил Оуэну, тот начал еще больше усугублять ситуацию своими твитами. Оуэн делал еще ряд заявлений в твиттере, чтобы руководство... Ты точно его делаешь. Я уже в 2 минуты, это прям хорошо. И по подаче, по темпу, по монтажу. Ну, то есть, у меня уже 2 минуты интересно смотреть. Поэтому развивайся, блядь, ты выбишь. Поэтому работай, прям 100% работай, это хорошо. Употство Ютуба сжалилось над ним. Но команда Ютуб завершила обсуждение, написав... Мы рассмотрели ваш аккаунт и подтвердили, что ваш канал был заблокирован правильно. Обратите внимание, что вы не сможете получить доступ или создавать какие-либо другие учетные записи на Ютуб. Оуэн навсегда был забанен на Ютубе. Хоть у него и были попытки вернуться на Ютуб с... Блядь, он всегда, видимо, эти кликбейты будет делать, знаете, когда ты играешь в Fortnite, видишь какую-то штуку и такой... Ладно, подожди. ...создав новые каналы по Fortnite и Roblox. Но и те быстро отправлялись в банплощадкой. Но если Оуэн использовал слово смерть только в своих названиях, то следующий герой ради просмотров похоронил свою девушку. Джей Стейшн. Крах его карьеры начался с видео под названием... Подожди. Чела реально зовут Гей Стейшн? Это же та самая, ну... Это же рофло название для Плей Стейшна. Ну и коверка китайской плойки тоже. Там Гейм Стейшн, его зовут Гей Стейшн. Чела реально зовут Гей Стейшн? Как уже упоминалось в видео, девушка Джей Стейшн погибла в автокатастрофе. Что побудило загрузить его еще одно видео с места происшествия. За счет чего он начал набирать еще больше просмотров на этой теме и использовать смерть своей девушки. Ну это прям очень некрасиво. Прям... Подожди. А... Стоп. А... Чувак... У чувака умерла девушка. Он реально сделал кликбейт на это. И сделал ролик, как общается с ней через доску для привидений. То есть, чтобы вы понимали, дорогие друзья. Я думаю, у каждого человека будут вопросы, когда чувак выкладывает на ютуб видео со своей реакцией на теперь близкого человека. Особенно, когда это происходит в момент. Но! Это, наверное, будет на уровне типа... Ну как будто зачем это делать? Ну, как бы... Можно и без этого. Но вы вряд ли будете говорить, ебать ты долбоеб, уебок. Вы просто такие, ну... Наверное, ну... Ну, как бы я тебя понимаю, трагедия тут даже нет, наверное, никакой логики. Очевидно, никто Аристоселя не читал и так далее. Ну, понимаете, да? Но тут... Чувак продолжает реально доить свою мертвую деву... Бля, не в этом смысле, ну... Эээ... Доить контент из трагической... Трагичной ситуации. Понимаете, да? Это же вообще пиздец. Какая-то клонада. Для привлечения дополнительного внимания. Моя девушка Алексия недавно погибла в результате несчастного случая. Всем привет, дорогие друзья. Моя девушка недавно умерла. И сегодня мы попытаемся вызвать её. О, ставьте лайки. Бля, что за хуйня? Мы проводим челлендж с доской для спиритических сеансов с моей умершей девушкой. Ставьте лай... Как... Бля, это... Это реально? Такие ребята. Один лайк равен одной молитве за Алексию. Ты чё, ваще... Что это за мусор? Нет, реально, ребята, это реально мусор какой-то, а не человек. Учитывая весь контекст происходящего, это выглядело аморально. Да это не просто аморально, это просто уёбах ебаный. И очень странно. Это побудило блогера с ником Some Ordinary Gamers провести своё мини-расследование и выяснить, реально ли она умерла или хайпится на своей смерти. Он позвонил в полицию города Торонто, где ему сообщили, что впервые слышат про это и в базе нет ни одного зарегистрированного случая. Нет, такого имени в системе нет. Никто с таким именем не умер таким образом, правильно? Нет. После этого видео Алексия, якобы погибшая девушка Джей Стейшена, вышла в свет, подтверждая, что на самом деле она не умерла. Джей подделал мою смерть. У меня два вопроса. Первый. А вот этот гей-стейшен, он разве, ну не понимал, что это правда рано или поздно вскроется? Вскроется, ну это очевидно. Второе. А почему она нахуй сидела молчала? И только после того, как вскрылась правда, она влетела? Мне плохо с того момента, как он это опубликовал. Несмотря на то, что он и так до этого опубликовал достаточно сомнительный контент в течение многих лет, подделка смерти своей... Угрожал им бы. Типа, я рассказал, что ты умрешь, и если ты что-нибудь скажешь людям, ты реально умрешь. Чё, блядь? Девушки оказалось перебором, и Ютуб навсегда удалил канал Джей Стейшен. В ответ на что Джей Стейшен заявил, что... А, Джей Стейшен! Ну, Гей Стейшен ему лучше подходит, на самом деле. Он не сделал ничего плохого, и целый год снимал видео, которые не вызывали споров. Однако, когда эти попытки не помогли вернуть канал, он пригрозил Ютубу суд... Я не сделал ничего плохого. Просто напиздил всем, что умер человек, а потом хайпил на этой теме, притом настолько мерзко. Ничего такого вообще чувак не сделал. Ну, просто делал свой контент, скажем так. Дом. И закончил со словами, с меня хватит. Хватит. Но это далеко не последний... Я засужу, блядь, Ютуб за то, что он мне не разрешает наебывать людей. И случай, когда блогер пытается стать более успешным за счет смерти... Десять тысяч лайков и в следующем видео моя девушка возродится. Блядь. Если хотите, чтобы моя девушка вернулась к ролику, подписывайтесь на канал, на миллион подписчиков. Она принесет мне, блядь, золотую кнопку. Ух. ...своих близких. Как и следующий персонаж с канала Сэм Пеппер. Сэм разрушил свою карьеру, когда выложил видео под названием «Пранк с убийством лучшего друга». Где ролик начинался со слов «Давайте посмотрим, как он отреагирует на убийство лучшего друга прямо на его глазах». Суть про... Пранка заключалась в том, что двух друзей приводят связанных на крышу с мешками на головах. Где один из друзей, посвященный в суть ролика, стреляет из поддельного пистолета, чтобы посмотреть на реакцию другого друга. ...всего за три недели видео набрало 9 миллионов просмотров. Он добился того, чего хотел. Он стал известным. Но он не учел одного, что аудитория отреагирует на это крайне негативно. Из-за массового хейта. Ну да, пранк такой, довольно... Во-первых, короче, есть пранки вообще в целом. Максимально неоднозначная тема. Это очевидно, дорогие друзья. И кто-то относится к пранкам. Нормально, кто-то даже к самому банальному и простому пранку отнесется с огромной критикой. А тут... Ну, давайте честно. Я из аналогов могу представить разве что, где... Ну, типа, пранк я изменила своему парню. Вот такая хуйня, да? Но даже оно не сравнится с этим. То есть такого пиздеца я представить не могу. Так что я думаю, там вы его закритиковали. Но чтобы это убило его канал, ну, мне кажется, он что-то еще сделал. Сэм заявил, что удалит свой канал. Но только если все недовольные зрители скинутся и задонатят ему полтора миллиона долларов. Я просто подумал, что если все так сильно ненавидят мой канал, то пусть вложат свои деньги. Но это только добавило масла в огонь. Он начал получать еще больше критики в свою сторону, которая длилась три месяца. Для него... Блядь. А ведь по сути чувак просто сделал бы ролик, сказал... Ну, сказал бы видео какое-нибудь, ну, высрал бы из разряда. Ну да, ребята, мы сделали пранк. Действительно, мы перешли грань. Извиняюсь. Постараемся все-таки держать эту грань пранков. Я понимаю, что это наш контент, но перегнули. Хотели сделать как лучше. Получилось по-ебански. Мы там извиняемся. Все. И плюс не забывайте, что возможно даже сам пранк. Этот ебаная постанова. А пранки, блядь, которые снимаются, они почти что всегда ебаная постанова. Потому что, ну реально, никто не замечает, блядь, камеру нахуй в доме. Ну да, блядь. Просто стоит камера, блядь. А я просто, знаешь, хочу запечатлить момент. Поэтому, скорее всего, даже постанова. Следовательно, ну... Просто, ну извини, скажи, что перегнули. Реально, сняли этот сомнительный ролик и все. А он подливает масло в огонь, как голубоеб. Ну зачем? Это стало невыносимым. Сэм Пеппер не только удалил пранк, но и скрыл все видео на своем канале. Оставив только последнее видео с названием «Простите». Следующий канал Брукхаус, хоть и не был удален платформой. Блядь, ну вот, сделал «Простите», удалил все ролики. Блядь, ну сделал бы просто это изначально. И все. Чувака забулили. Ну хотя он сам долбоеб. Я не знаю, зачем он пытался въебываться на всех еще добавок. Типа он самый крутой? Но репутацию автора канала уничтожили из-за того, что она случайно загрузила видео, где ужасно обращается со своей собакой. Ааа, кстати, я про это слышал. Брук набрала более 300 тысяч подписчиков за все время. За счет своего пса по имени Сфинкс, на котором и строился весь контент канала. Да, да, я про это слышал, это было очень давно. Брук в своих роликах создавала видимость, что любит свою собаку больше всего на свете. Это в каком году, по-моему, 2018 там было? Мы с моей собакой лучшие друзья, и вместе 24 на 7, даже 25 на 8. Я права? Однако менее чем через месяц после этого ролика, Брук случайно загрузила полное, необрезанное видео, где она издевается над своей собакой. Когда видео начало распространяться в социальных сетях, почти каждый новостной сайт написал А, ну, кстати, угадал 19-й год. Статью об этом. Практически угадал. Что привело к созданию петиции с названием «Запретить Брукхаус использовать Ютуб», которая собрала более 67 тысяч подписей. Одна из самых крупных американских организаций, которая боролась за защиту животных, также высказалась в Твиттере, выразив свою надежду, что ее забанят на платформе. По непонятным причинам. Блядь, самая странная хуйня, что все зоозащитники, это, кстати, вот интересный вопрос, топят за то, чтобы ее заблокировали. Ну, вот здесь, по крайней мере, из того, что я вижу, что мне показали. А не за то, чтобы забрать, блядь, животное у этого животного, блядь. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Учитывая массу. Ну, потому что, окей, ее заблокируют на Ютубе. И что изменится? Собака останется у нее. А изменится ли у нее отношение, то, скорее всего, бай, становится еще хуже. Возможно, даже, да, сами понимаете, чего. Просто, если она здесь такая ебнутая, блядь, она со злостью хуй знает, что с ней сделает. Типа, прикиньте, ей блокируют канал. ...обсуждение этой ситуации, Брук, так и не забанили на Ютубе. Спустя месяц, она выложила странное видео с извинениями, где начала свое обращение с благодарности. Прежде всего, я хочу начать видео с благодарности. Я просто искренне хочу сказать спасибо всем, кто поднимал эту тему и участвовал в обсуждении в последнее время. Это видео никак не повлияло на ее ситуацию. Хейт так и продолжился в ее адрес. Ну, это логично, блядь. Да в целом, блядь, какого хуй она извиняется перед своими зрителями за, ну, типа, за свое поведение. Когда, ну, ты, очевидно, блядь, в первую очередь, ну, тебе, блин, ты должен извиняться перед собакой, такое себе. Но, я не знаю, вот, прикиньте ситуацию. Просто сказать на камеру, что я теперь буду лучше относиться к собаке, это как бы тоже звучит как полная хуйня. Самый лучший способ, хоть как-то, наверное, не то, что обелиться, а просто, ну, попытаться, потому что обелиться уже никак, ну, на мой взгляд, в этой ситуации. Хоть как-то выйти в нейтралитет, ну, попытаться сделать шаг в эту сторону. Это, ну, наверное, сказать, да, действительно, там, допустим, я плохо отношусь собакам, типа, да, у меня там какие-то проблемы, я резко взрываюсь там, типа, и на собаку, допустим, как-то отрываюсь на ней, да, и найти просто, блядь, для нее новую семью. Все, там половина зоозащитников скажет, ладно, хотя бы собачка ушла к другу, ну, к кому-то хорошему. Слава богу. А это, ну, скорее всего, придется забить хуй на ютуб, или бы делать что-нибудь другое. Ну, это же реально вот выход из той ситуации, которая у нее была. Ну, объективно. Да, для нее он максимально невыгоден, потому что она теряет охуенно какой выгодный доход. Но! Это хотя бы попытка сделать что-то правильно, блядь. Хотя бы попытка. Вся семь месяцев она, как ни в чем не бывало, вернулась на ютуб с названием на видео «Где я была». Хоть следующий герой никак не связан с ютубом, так как он стример на твиче, но я также решил добавить его в сегодняшнее видео из-за его факапа, который привел к провалу его деятельности. Зелён. Вот высокие слухи. Блядь, суждаю. Утверждал, что с 2001... О, это тот чел, который стримил и потом просто поднялся по саду с инвалидной коляски. Это вы, я помню, это легенда. ...го года он прикован к инвалидному креслу после страшной автомобильной аварии. Через год после происшествия он начал вести стримы и за счет жалости со стороны аудитории обрел свои 200-400 онлайна. Примерно через 6 месяцев после начала стримов... Бля, практически, какой-то чел, который такой, как... Максим, как подняться на твиче? Чувак... Есть один план. Страница Зиллиана в одной из запрещенных социальных сетей в Российской Федерации будет взломана, что вызовет первоначальные подозрения в том, что его инвалидность была фейком. Хакер, который, по-видимому, был знаком лично с Зиллианом, начал публиковать на своей странице в социальной сети сообщения, в которых уверенно утверждал, что Зиллиан может ходить. И, следовательно, является мошенником, который выманивает деньги за сочувствие у своей аудитории. Не сердись, Зиллиан, просто отойди на минутку от компьютера. Я только что встретил тебя, но вот кнопка для сбора денег на благотворительность. Может быть, мне стоит украсть твои деньги? Мы не такие, как ты, сэр. Мы бы ничего не сделали с твоим PayPal, в отличие от тебя. Мы выше того, чтобы красть деньги у нуждающихся. Ребят, я болен, пожертвуйте мне, чтобы оплатить мои больничные счета. Я даю клавиатуру, которую мне подарил другой дурак, которому наплевать, что я обманываю своих зрителей ради денег. Привет, кто-то хочет собрать деньги для... Блядь, прикиньте, кстати говоря, если бы такая ситуация была бы сейчас. Ну, во-первых, ну, типа, скинул такое, что ребят, хотите набрать аудиторию, вот, берите с него пример. Но сейчас же вообще везде есть и камеры, блядь, телефоны у каждого. То есть, прикинь, сколько, как надо было заебаться, чтобы ты реально нигде не спалился. Ну, это же практически невозможно. Ты где-нибудь доспалишься и, блядь, не на стриме случайно встав. Для детей папочке нужна новая пара ног. Сегодня вечером я сделал несколько приседаний. Мои бедра горят. Перестаньте дудосить мои ноги. Жизнь деревни. Потом, блядь, из жопы какой-нибудь коровы вылезает какой-нибудь подписчик, сука, как Джим Керри, помнишь, из этого носорога и фоткает для тебя, выкладывая в твиттер. Ну, да. И, несмотря на эти посты, намекающие на то, что Зиллиан был мошенником, хакер не опубликовал никаких реальных доказательств, подтверждающих, что это было на самом деле. Поэтому аудитория стримера просто предположила, что хакер был троллем, который публично высмеивал инвалида. Через четыре месяца Зиллиан запустит тот самый стрим, на котором случайно выдаст себя за обманщика. Чудо! Блядь, я говорю, был бы я в этой ситуации, я просто встал бы и такой, чудо случилось, чудо! Я могу ходить, ребята, ваши донаты мне помогли! После чего трансляция закончилась. Однако, участники чата продолжали обсуждать то, Блядь, чел пишет, Рофл Мауа, Фа, Ёбаный Сау, Омагазил, О, Ю, Это правда, лол? А, Что они только что увидели, Блядь, Хи вас даппинг вотер он ми, брат. И, по-видимому, в состоянии паники Зиллиан присоединился к обсуждению и травлив свою сторону, продолжая лгать своей аудитории о том, что только что произошло. Один из зрителей, который написал последнее сообщение, вскоре перешел на Reddit, где продолжил обсуждение того, что только что произошло на стриме. Вскоре Зиллиан был перманентно забанен на Твиче за машину. Интересно, почему, да? Вот, ну, как бы, чувак начал ходить, блядь, а Твич забанил его. Видимо, Твиче-тоис, блядь, не верит в чудо, сука. Пошенничество. Без возможности восстановления. Пьюди Пай. Совсем недавно... Самый поп... Стоп, подожди. А у Пьюди Пая что, недавно заходил, у него до тех пор есть видосы, ну... А-а-а-а! Мост. Мост, 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 мост. Мост. Да, мост. Я... Я забыл про мост. Популярный ютубер по количеству подписчиков. Когда у тебя такая огромная аудитория, ты явно должен следить за тем, что ты говоришь и на какие темы выпускаешь видео на своем канале. Но Феликс чуть не похоронил всю свою деятельность из-за одного видео. Я открыл для себя самое замечательное в интернете. Суть ролика заключалась в том, что Пьюди Пай тестировала сайт Fiverr, на котором можно было всего за 5 долларов попросить кого... Не мост? А что тогда? Угодно. Сделать что угодно. Поначалу все было достаточно безобидно. Он заказал видео от Иисуса, где тот призывал подписываться на Пьюди Пая. Блядь. Это охуенная идея для... Слушай, ну если я не смогу оплатить? Я же русский. Однако после того, как Пьюди Пай сделал заказ у темнокожих парней из Африки, дело обрело общественный резонанс. На сайте Пьюди Пай получил возможность написать сообщение, которое парни должны были держать на плакате в видео. Ну и он Fiverr написал, да? Пьюди Пай решил немного повеселиться и написал антисемитскую фразу, чтобы посмотреть, сделают ли они это. И как вы можете посмотреть по реакции... Осуждаю нахуй. Осуждаю, блядь. Осуждаю. Пьюди Пая? Они это сделают. Осуждаю, блядь, это пиздец. Что привело Феликса к следующему заявлению. Я извиняюсь. Я не думал, что они прав... Осуждаю нахуй. Осуждаю, пиздец. И пиздец. Самое-самое забавное, что он реально это решил вставить в ролик. Понимаете? Типа, это не рандомный мем. Он это заказал, блядь, и вставил видос, не подумав о том, что... Ну, чё-то, наверное, это какая-то хуйня. Осуждаю, блядь. ...это это сделают. Я чувствую себя частично ответственным. Но просто я не думал, что они реально это сделают. В любом случае... Так нахуй ты, блядь, это выложил в ролик? Ну, типа, окей, запросил. Они сделали эту хуйню, и ты такой... Ебать. Лучше это не вставлять в видос. Ну, потому что, очевидно, ну, даже не просто вставить видос, потому что к этому относятся неоднозначно, а просто, блядь, ну, тебе Ютуб нахуй ролик может заблокировать за такую хуйню, и всё. Я не антисемит, или как это называется, окей? Так что, не поймите меня неправильно. Это был прикол, и я не думал, что это сработает. Спустя три дня начали появляться новости о том, что Дисней прекращает сотрудничество с Пьюдипайем. Увидев, что Дисней отказались от Феликса, другие рекламодатели, такие как Джонсон и Джонсон, Кока-Кола, Ебать. Доктор Пеппер и даже правительство Великобритании стали мас... Вы знали про этот чат? Я вообще первый раз слышу. ...массово удалять свою рекламу с Ютуба, чтобы их продукт не появлялся рядом с таким неприятным контентом. Чтобы вернуть этих рекламодателей, Ютуб ввел демонетизацию контента. Это значит, что автор из-за сомнений... Вот откуда это пошло! ...поминительного контента или высказываний вроде... Блядь, охренеть, Пьюдипай, из-за Пьюдипайя сначала появилась желтая монетка, а теперь демонетизация. Охренеть. ...не мог интегрировать рекламу от Ютуба в свои видео. Что привлекло к тому, что некоторые блогеры мгновенно потеряли более половины своего дохода. Сейчас наши доходы с Ютуб сократились более чем на 60%. Учитывая давление на Пьюдипайя со стороны аудитории, СМИ, коллег по Ютубу, он смог выправить ситуацию и выйти сухим из воды. Ставьте лайки, пишите под видео, что вы думаете о гер... Ну, потому что он вышел, реально извинилась, сказала, что это какая-то полхуйня. Ну, блядь, ну, сука, ну... Я не понимаю просто, ну, он чё тупой? Во-первых, ладно, хорошо, а ты решил поруфить, напишут ли они. Допустим. Но, блядь, если написали, нахуй ты это вообще вставляешь в видос. Зачем, блядь? Я чё-то в ахуе. Супер странно. Кстати, ролик хороший, Егор. Красавчик, красавчик, красавчик.